Так уж вышло, что наиболее социально и публично значимой функцией корпорации, которую некоторые из нас даже полагают государственной, является осуществление адвокатами защиты по уголовным делам. Более того, именно в этой отрасли права мы имеем фактическую монополию и потому несем повышенную ответственность за все, что в ней происходит. А происходит, увы, не самое приятное и происходит далеко не первый год. И самое ужасное состоит в том, что если я спрошу вас, уважаемые коллеги, нужно ли сейчас объяснять, что я имею в виду, приводя конкретные примеры, вы хором попросите меня не тратить ваше время, потому что вы все прекрасно понимаете, о чем я говорю. То есть наличие этой проблемы настолько очевидно, что не отрицать, не игнорировать ее уже нельзя. Она дала метастазы и то, что некогда являлось живым организмом состязательного процесса, ныне по большей части воспринимается как набор пока еще обязательных, но уже бессмысленных ритуалов, все больше и больше напоминающих первомайскую демонстрацию 1991 года. Поначалу происходящее представлялось в ней результатом некой общей деградации, которая наблюдается, на мой взгляд, по крайней мере, повсеместно и вызвана в первую очередь реформами начального и общего образования. Однако в последние годы все отчетливее и отчетливее прорисовываются контры процесса, гораздо более глубинной трансформации уголовного процесса, на фоне которого даже пресловутый обвинительный уклон, в общем-то, покажется нам невинной шалостью. Коллеги, я еще раз говорю, я не претендую на истину, но у меня такое впечатление и ощущение, что вслед за образованием и медициной государство в лице судебной, в первую очередь, ветви власти, поступательно превращает уголовное судопроизводство в услугу, которое, как известно, оказывается по определенному алгоритму, не терпящему ни индивидуального подхода, ни отклонения от заданного вектора. И эту услугу государство оказывает себе. Сначала вдруг стало важно, что ходатайство или постановление вынесено и подписано уполномоченным лицом и установлены сроки, но совершенно перестало иметь значение отсутствие поводов или оснований к его вынесению. Затем ключевые защитительные положения постановления пленума Верховного Суда оказались совсем необязательными. Как необязательной стала оценка представленных стороной защиты доказательств. Потом стали исчезать судьи, которые умеют задавать и задают вопросы, точнее настоящие вопросы по существу дела. Вслед за этим доказательства, собранные обвинением, практически утратили способность становиться недопустимыми, при том, что они обрели практически эксклюзивное право на относимость. Венцом этих дивных процессов, очевидно, должна стать так называемая государственная адвокатура, наряду с воплощением в жизнь всем известных идей величайшего процессолиста нашей с вами современности об экспертной оценке показаний обвиняемого на предмет их достоверности. Коллеги, время, на мой взгляд, возвысить свой голос пришло, и кроме нас с вами сделать это банально некому, потому что кроме нас с вами на стороне защиты в суде нет никого. В сложившейся ситуации наш инструментарий небогат, и, как я полагаю, в него не входят ни забастовки, ни пикеты, ни оставление в зал судебного заседания. В сложившейся ситуации фактически единственным эффективным инструментом является наш профессионализм, используя который мы можем подготовить и донести до власти нашу позицию относительно видящихся нам опасных тенденций и наше предложение о том, как всем нам избежать окончательного независимости. Мы можем подготовить и донести до введения уголовного процесса до не имеющего практической ценности ритуала. Именно поэтому по согласованию с президентом ФПА будущей осенью в рамках проекта «Поток» мы с коллективом журнала «Российский адвокат» планируем серию обсуждений с наиболее выдающимися коллегами-криминалистами, в рамках которых будут обсуждаться реальные предложения об изменении уголовно-процессуального законодательства, которые по итогам этой работы будут соответствующим образом обобщены, оформлены и переданы в ФПА адвокатам. Коллеги, я прекрасно понимаю, что то, что я сказал, достаточно эмоционально, оно достаточно красочное, может быть где-то перегружено эмоциональной оценкой. Однако мне бы хотелось все-таки обратить на это ваше внимание, мне бы хотелось, чтобы многие из вас присоединились к этой работе, в том числе участвуя в нашем потоке. Процесс, к сожалению, идет абсолютно по пути деградации. Мне кажется, что мы должны этот процесс каким-то образом изменить. И если мы хотя бы добьемся от Верховного суда обязательности исполнения его же собственных постановлений Ленума, ну, казалось бы, чего проще, что может быть естественным, то это будет уже большое дело. Еще раз повторюсь, я ни в коем случае не претендую на то, что я сказал, что это является неким абсолютным. У каждого из вас, может быть, свое мнение на этот счет. Спасибо. Спасибо.